Музыка Лидеры школьного самоуправления со всего Северского района приняли участие в форуме «Шаг в будущее». Уже второй год подряд мероприятие проходит в школе номер 43 станицы Северской и собирает вместе весь ученический актив. Форум дает участникам возможность обменяться опытом, идеями, а также результатами работы. Мы очень надеемся, что такие мероприятия помогут нам создать все условия для развития нашего района, нашего края, нашей страны, потому что именно вы, кто сидит сегодня в этом зале, будете творить историю, приближая к 100-летнему, к 120-летнему юбилею нашего района. Мы очень надеемся, что все то, что будет сегодня в вас заложено, оно даст определенные положительные результаты на ваше будущее и в целом на будущее нашего района. На встрече подвели итоги выборов лидеров ученического самоуправления 2019 в 30 образовательных учреждениях Северского района. Свой голос за кандидатов отдали свыше полутора тысяч учащихся. Из 102 кандидатов было отобрано 29 президентов и один атаман в школе номер 12 станицы Дербинской. В рамках форума каждый лидер получил долгожданное удостоверение, которое будет действовать в течение всего следующего года. На форуме также выступили гости, состоявшиеся управленцы. Они поделились с ребятами опытом конструктивного общения с коллективом. Тот опыт, который вы сегодня получаете, общаясь напрямую с управлением молодежной политики, с администрацией района, это просто бесценно. Сегодня вы получили документ. Я считаю, что это очень важный документ. Он не говорит о том, что вам будет скидка в магазине за счет него или вам поставят там пятерки. Нет, этот документ лишний раз подтверждает о том, что вы заслужили доверие своих одноклассников. Продолжился форум лидеров школьного самоуправления «Шаг в будущее» на тематических площадках. Всех участников мероприятия ожидали тренинги по улучшению управленческих навыков. Мобильный телефон сегодня – это не просто средство общения и обмена данными. С его помощью можно совершать разные финансовые операции, денежные переводы, покупки в интернет-магазинах. Вместе с этим появился соответствующий вид мошенничества – электронный. За последние пять лет, по данным прокуратуры, уровень таких преступлений в России вырос со 166 до 222 тысяч. В соответствии с планом работы на второе полугодие 2019 года прокуратура района проведена проверка соблюдения требований закона при организации раскрытия и расследования преступлений, совершенных в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Прокурорам указано на низкий уровень раскрываемости таких преступлений, что требует принятия дополнительных мер со стороны правоохранительного блока. Раскрываемость мобильного мошенничества постоянно снижается. Вычислить телефонных аферистов очень сложно, ведь преступление совершается дистанционно. Сами пользователи мобильных устройств часто относятся к своим персональным данным небрежно. Этим и пользуются злоумышленники. Анализ материалов уголовных дел, находящихся в производстве следственного отдела МВД России по Северскому району, показал, что практически во всех случаях установленные средства безопасности на мобильных устройствах либо компьютерах выполняют свою функцию в полном объеме. То есть в большей части преступлений виноваты именно потерпевшие, которые ненадлежащим образом осуществляют защиту своих персональных данных, данных своей банковской карты, пароли, пин-коды. Как правило, мошенники используют стандартные схемы обмана. СМС знакомства, крупный выигрыш, просьбы пополнить счет от друга или родственника, но почему-то с незнакомого номера. На самом деле цель одна – получить информацию о персональных данных. Похожий способ используется на сайтах свободных продаж и бесплатных объявлений, где аферистов интересует номер банковской карты, куда они якобы хотят перевезти деньги за покупку. Желательно, естественно, пользоваться только официальными сервисами, совершать интернет-покупки только в официальных магазинах, не поддаваясь на уловки мошенников, которые все чаще пользуются такими же сайтами бесплатных объявлений. На самом деле пользоваться электронным расчетом удобно и безопасно. Достаточно соблюдать ряд простых правил. Мобильные сервисы сводят все возможные риски к минимуму. Единственный метод защиты и безопасности – перед каждой проведенной операцией быть уверенным, что назначение платежа именно такое, какое вы ему предаете. Агентство РБК приводит следующие данные. С мошенничеством по телефону сталкивается почти треть россиян. Но в правоохранительные органы практически никто из потерпевших не обращается. Именно поэтому противостоять к киберпреступности так сложно. Сообщая об изложенном, прошу жителей района еще раз обратить внимание на безопасность проведения финансовых операций с банковскими картами. Перед проведением каждого платежа убеждайтесь в правильности его назначения. Воздух, которым тяжело дышать. Учеными доказано, что безобидные костры из листьев наносят существенный вред здоровью. Так, при сгорании одной тонны растительных веществ в атмосферу выделяется около 9 килограмм микрочастиц дыма, состоящего из пыли, окиси азота, угарного газа, тяжелых металлов и множества других канцерогенных соединений. Дым костров ухудшает самочувствие людей, способствует обострению различных хронических заболеваний, особенно астмы. Для многих жителей частного сектора сжигание сухорастительности – привычная процедура. От накопившегося мусора необходимо избавляться. Самый простой и доступный способ очевиден. Так было всегда, и даже если кто-то и страдал от удышающего дыма, то запретить сжечь костры другому никак не мог. В последнее время ситуация изменилась. Зажигание костров законно предусмотрен административный штраф. Для физических лиц он составляет от 1 до 3 тысяч рублей, для юридических – от 5 до 10. Для выявления незаконного разжигания костров в администрациях поселений Северского района проводятся постоянные рейды. В Москве на малой спортивной арене стадиона «Лужники» состоялся и международный турнир по скейтбордингу. На соревнования съехались спортсмены из Бразилии, Америки, Франции и разных уголков России. При этом в состязаниях участвовали как профессионалы, так и любители. Мы не зацикливаемся на каких-то, условно, топовых атлетах. Наша задача, чтобы как можно больше ребят приехало, покаталось в хорошем скейтпарке, покаталось наравне со звездами. Потому что для них это стимул развиваться и стимул кататься. Именно в этом мы видим основную задачу мероприятия. Первое место среди женщин заняла россиянка Наталья Быстрова. Среди мужчин победил также российский скейтбордист Семен Кутузов. Чем больше соревнований, тем, соответственно, больше это все будет развиваться. Люди приходят, смотрят, наслаждаются и понимают, что это спорт, реальный спорт. И получают удовольствие, как-то вдохновляются, может, увидев, как мы катаемся. И потом думают, о, я тоже возьму себе скейт, пойду куплю, буду учиться кататься. Соревнования по скейтбордингу пройдут на Олимпиаде 2020 в Токио впервые в истории Олимпийских игр. Антитеррористическая комиссия Краснодарского края предупреждает. Твое появление на свет было большим счастьем. Твои первые пятерки вселяли уверенность. Твой диплом был воротами в большую жизнь. Твой первый букет говорил о любви. Но твой выбор перечеркнул все. Я смотрела, как ты уходишь за людьми с оружием, оставляя лишь следы на пепелище своей жизни. Экстремизм. Путь в никуда. Выбирай жизнь. Субтитры подогнал «Симон»!